Здравствуйте! Я Павел Юрасов. Это программа «Область новостей». Вас ждет полная картина дня глазами моих коллег. Открытый разговор с вице-губернатором. Журналистам рассказали, что будет с филармонией, аэропортом и Спартаком. Хочется, чтобы хотя бы 4-3 матча мы провели на себя на стадии. С любовью и заботой Марина Корякина увидела, как следят за Тамбовским лесом. Для лесников это все равно, что информационный баннер, на котором указаны все необходимые параметры делянки. Лучшая кушерка работает в Тамбове. Людмила Войтович узнала, что никогда не заменит аппаратура. Мы находимся в отделении перинатального центра, где каждый день проходит день рождения. Сегодня вице-губернатор Арсен Габуев встретился с журналистским сообществом. Открытый и подробный разговор, что символично состоялся накануне Дня строителя. Центром притяжения всей беседы стали национальные проекты и их реализация в контексте нашего региона. Долгострои, актуальные вопросы дорожного строительства и амбициозные проекты – в сюжете нашей съемочной группы. Самая впечатляющая цель национального проекта – до 2024 года ввести в области более 6 миллионов квадратных метров жилья. Левиная доля этой площади придется на Тамбов. Это в микрорайоне Телецентр. Там два участка, 39 гектар и 170 гектар. Там будут новые микрорайоны. Плюс также интенсивно будет развиваться строительство в микрорайоне Пехотка. Также микрорайон Звезда. Тоже в южной части города. Помимо жилплощади, которую можно смело назвать городом, в городе будет выстраиваться инфраструктура, затраты на которую оценивают более чем в 20 миллиардов рублей. Масштабные стройки затронуты сферу образования. В этом году планируется начать строительство школы в городе Котовске на 825 человек. Также со следующего года планируем строительство школы в Умете. Две большие школы запланированы. Микрорайон Майский и микрорайон Телецентр. Стройка в Майском начнется уже в следующем году. Обе школы на севере областного центра будут построены по доработанному проекту Сколково и вместе смогут принять более 5000 учеников. Это позволит полностью уйти от второй смены. Планируется такая школа и на юге города, где ее смогли бы посещать дети из строителя и Бокина. Большое внимание в разговоре уделили Тамбовской филармонии, строительство которой вновь заморозилось. Оказалось, что для продолжения реконструкции потребовалось выполнить неозначенные в проекте работы. Проект многострадальной филармонии потребовал правок. В частности, изменятся системы отопления, электроснабжения, вентиляции и пожарной безопасности. От услуг прежнего застройщика, мягко говоря, отказались. Новый проект будет переторговываться, поэтому о сроках говорить пока рано. Подрядчику будут выставлены определенные штрафные санкции за неисполнение данного контракта в срок. Хотя, если говорить объективно, тут есть вина заказчика, что какие-то вещи в проекте были пропущены. Примечательно, что перепроектирование не приведет к удорожанию объекта в целом. По факту также останется. Ну там плюс-минус где-то внутри сметы какие-то изменения произойдут. Но, если мы возьмем эксплуатацию объекта последующие 25 лет, то то, что сейчас изменения вносятся в данный проект, приведет к значительному удешевлению, к более эффективному использованию средств. Упомянули в беседе и Тамбовский аэропорт. Сейчас проект реконструкции проходит экспертизу. Согласование ожидают в начале сентября. По федеральной программе работы запланированы на 2023 год. Грандиозные перемены уже видны и в дорожном строительстве. Ремонт дорог идет с применением прочной выравнивающей георешетки, более долговечного и многофункционального термопластика в разметке и полимерного битума в покрытии. Мы уверены, что это приведет к большим межремонтным срокам. Мы уже не говорим о гарантийных сроках, потому что гарантийный срок – это полностью ответственность подрядчика. Но непосредственно использование современных материалов приведет к увеличению срока службы. Конечно, в свете последней громкой победы не обошлось без вопросов о футболе и стадионе «Спартак». Работы по обустройству современной системы безопасности и расширению трибун завершат до конца сезона. Дорожная карта есть. И будем делать все для того, чтобы выдержать первые сроки, то есть в октябре. Календарь у нас до 12 декабря. Хочется, чтобы хотя бы 4-3 матча мы провели у себя на стадионе. Сегодня речь идет и о строительстве совершенно нового стадиона на 15 тысяч человек. Проект может обойтись в 2,5 миллиарда рублей. Для этого область может привлечь сторонних инвесторов. С двумя уже ведутся переговоры. Воплотиться такие смелые мечты могут уже в 2023 году. Павел Юразов, Михаил Мальцев, Тимофей Слатвицкий. Область новостей. Натуральная или нет? Сотрудники Роспотребнадзора проверяют, корректно ли представлена молочная продукция на прилавках торговых точек области. Подробнее в сюжете Олега Рожкова. Представители Роспотребнадзора проверяют выколтку товара, которая должна соответствовать определенным правилам. Во-первых, наличие вот такой поясняющей таблички. А во-вторых, весь товар должен быть визуально разделен, чтобы потребитель не запутался, где находятся продукты с натуральными компонентами, а где с заменителями молочного жира. Стоит уточнить, что свое внимание специалисты обращают на молокосодержащую, молокосоставную и на 100% молочную продукцию. А чтобы обычным покупателям было проще ориентироваться, где настоящее, так скажем, молоко, а где с заменителями, есть ряд установленных законом вспомогательных рекомендаций. Те же таблички и лаконичные БЗМЖ на ценнике. И такое разделение товаров действительно оказалось полезным, по мнению посетителей магазинов. Конечно, помогать. И уже видишь, что продукт натуральный или там что, подмешанный. Очень даже полезно. Потому что много людей больных. Вот я сейчас для больной бабушки все это беру. Конечно, что я сразу определю, какой мне нужен продукт взять. Если дешевле, значит, он как заменитель. Если дорог, значит, он настоящий. Но, к сожалению, не все продуктовые готовы упростить сервис покупок для своих клиентов. Не все и крупные сетевые магазины, так и мелкие розничные точки подготовлены непосредственно данным проверкам. То есть выявляете нарушение. В основном нарушение, повторюсь, это отсутствие визуализации. То есть невозможно понять, какой продукт с заменителем молочного жира, какой нет. Ну и также нет информации. Именно расшифровка продукции без заменителя молочного жира. Рейды длятся уже около месяца. В этот период проинспектировано более 200 торговых точек. Среди них выявлено 44 административных правонарушений. За это предусмотрен штраф. Для индивидуальных предпринимателей от 1 до 3 тысяч рублей. А для юрлиц от 10 до 30 тысяч. До конца года представители Роспотребнадзора проследят за соблюдением законодательства в области торговли. Олег Рожков, Евгений Михеев, Александр Щеднов. Область новостей. В области выполнено 75% работ, запланированных на этот год по уходу за лесами. Особые успехи на этом поприще у Тамбовского лесхоза. Как выращивают главное богатство нашего региона, узнала наш корреспондент Марина Корякина. Мы находимся на Роскорчевке. У нас в том году была произведена здесь посадка лесных культур сосны обыкновенной. В этом году идет интенсивный уход. Уже несколько раз провели артитехнический уход. Задача Тамбовского лесхоза – вырастить древесные породы с заранее заданными качествами. В этом процессе сотрудники лесного хозяйства выступают в роли нянек и воспитателей, которые выращивают молодые сосенки для хозяйственных нужд. Без человеческого вмешательства такого эффекта сложно добиться. До пяти лет мы будем ухаживать за ними разными видами работ. Это в первую очередь то, что механизированы они, конечно, сейчас все. Артитехнический уход, потом лесоводственный уход. В данном случае у нас эти два вида работы идут параллельно. Потому что культиватором, когда проходит, все равно остается порсень, какая нужно ее удалять. Тракторная культивация помогает обработать годовалых малышей от сора. Однако плуг может проходить только в междуряде. Добраться до нежелательной растительности в рядах способен другой прибор, который на вид похож на дачную газонокосилку. Но и тут все не так просто. Это очень разный инструмент. Тем, что он во много мощнее и практичнее. И по выносливости он намного превышает все вот эти домашние триммеры. Им можно работать с утра завел, и, можно сказать, до обеда работать не в уши. Каждый грибник или любитель прогуляться в чаще хоть раз да набредал вот на такие столбы. Для лесников это все равно, что информационный баннер, на котором указаны все необходимые параметры делянки. А именно, вид работы, год, а также площадь участка. Например, поэтому стал бы мы можем понять, что в 2019 году здесь проводились работы на площади в один гектар по осветлению. Осветление – еще один вид уходовых работ. По соседству с соснами поселились березы. Самосев стал настолько быстро разрастаться, что стал затенять хвойную породу. Поэтому соперники за солнечные лучи отправились под топор. Рубки осветления проводят до тех пор, пока лесные насаждения не отметили свой 10-летний юбилей. После этого момента лесники начинают заботиться не только о доминировании основной породы на делянке, но и о ее качестве. По возрасту, после 10-летнего возраста, до 20 лет, уже вид трубки у нас прочистка. По прочистке удаляются все второстепенные породы. Ну и, соответственно, она ее прочищается, допустим, более рослые, высшие. Угнетенные удаляются деревья и более сильно мы оставляем дальнейшее развитие. В этом году тамбовские лесники ведут агротехнический уход на 700 гектарах. Но весь труд специалистов будет равен нулю, если с приходом бабьего лета в период повышенной пожароопасности отдыхающие забудут о правилах обращения с огнем. Марина Корехина, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей. Одна из лучших акушерок России работает в Тамбовской области. Татьяна Денисова, акушерка родового отделения перинатального центра, стала призером Всероссийского конкурса. О желании быть нужной людям и долгом пути к мечте. В сюжете Людмила Войтович. Мы находимся в отделении перинатального центра, где каждый день проходит день рождения. Сегодня у нас есть возможность познакомиться с лучшей акушеркой, призером Всероссийского конкурса. Татьяну мы застали на рабочем месте во время дежурства. Каждый день непредсказуемо роды могут начаться в любой момент. А пока лучшая акушерка погружает нас в рабочую атмосферу. Родзал – это такое место, где летают ангелы, потому что здесь происходит чудо рождения. Современное оборудование помогает в проведении родов, но аппаратура не заменит человеческую заботу и поддержку. А время совсем не стирает переживания с каждой будущей мамой. Мы плачем вместе от радости, потому что эти чувства просто невозможно сдержать. Потому что крик ребенка – это такая важная, ну, как бы это, ну, я даже не знаю, как это правильно сказать. Это просто счастье. Она первой принимала в центре и партнерские роды. Важный момент – настроить операционную лампу, чтобы ребенок шел на свет. Это вот наш сегодняшний такой большущий человечек. Да, мужичок у нас родился. Вот такие они у нас сладкие, хорошие человечки. Поэтому каждой роды, как первый раз, проходят и такие же чувства, и такие же впечатления. Они не стерлись за эти годы. Люблю, стараюсь, бегу на работу, потому что мне, правда, это очень нравится. Мы такие, какие мы есть, и что нам движет, ну, наверное, любовь просто-напросто. Больше ничего. Татьяна в медицине более 20 лет, и долгую половину профессионального пути она шла к своей мечте – работать в родильном зале. Теперь не может без потребности быть нужной мамам и малышам. Уже вот тут вот сюрприз сделал. Да, мужичок? Да, ну ладно, сейчас мы тебя переоденем. Перед родами обязательно пообщается с будущей мамой, настроит на хороший исход. Путь терпения и долгожданную встречу с малышом они переживут вместе. Если у вас какие-то вопросы, то есть вы задаете, спрашиваете, не стесняетесь. Ответственность и профессионализм Татьяны отметили на региональном уровне, а затем на федеральном. Она заняла второе место в номинации «Лучшая акушерка». Однако высокая награда для нее совсем не главная. Ну, извините, мне пора торопиться, потому что меня ждет работа. Мои любимые женщины и детишки. Всего доброго. Людмила Войтович, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей. Это то, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше информации на нашем сайте и в группах соцсетей. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»